Есть денег только на 40% расходов на этот год, то бишь планируют потратить 2 миллиарда рублей на это строительство, реконструкция, ремонт, вот это все хозяйство, а по доходам спланировали только 800 миллионов рублей, то есть есть только 40%, внимание вопрос, а где еще 60% взять? Ну это, кстати, частично ответ на вопрос, а раньше это за какие деньги строили? Ну вот эти 60% или около того, это вполне себе была различная иностранная помощь, больше всего это, конечно, был Европейский банк реконструкции и развития, за счет денег которого строили все вот эти сквозные магистрали, белорусские основные. Ну а что будет сейчас, я думаю, понятно, будут искать где-то эти 60%, может быть в святое залезут, фонд президента, оттуда чего-нибудь наковыряют, из бюджета наковыряют. То есть здесь важно понимать, что денег-то нет, планы есть и денег нет. Такая история у нас с вами. Александр Григорьевич недавно совсем, значит, жаловался на белорусов, которые не хотят скидываться на что-то. Да? И говорит, наши люди требуют от власти то, что власть делать не должна, в частности о дорогах, когда он говорил. Ну такие люди, такой народ, говорит Лукашенко. Ну то есть вы говорите, где-то, где-то поковырять там, где-то... Ну вот же, вот же поле непаханное, так сказать, жило золотая. Белорусы. Да? Каким-то образом. Ну да, да, да. Традиционно поковырять в народе. Вот последний год, за который есть полная статистика, 22-й год. Значит, смотрите, по транспортному налогу белорусы заплатили на 50% больше, чем годом ранее. А плата за проезд по платным дорогам составила на 35% меньше. Что это нам говорит? Это нам говорит о том, что люди-то как раз-таки платят больше, и больше в полтора раза, даже если вот брать 22-й год. А в чем проблема? А проблема в том, что вот режимчик ведет себя так, что торговля падает, экономика падает, программ-переходы закрывают, и в принципе то единственное преимущество, которое было в Беларуси, это ее географическое положение. Когда ты что-то хочешь привезти, допустим, в Москву из Европы, ты повезешь это через Беларусь, да? Вот, собственно говоря, здесь и проблемы. Поэтому то, что говорит Лукашенко, это, конечно, перекладывание с больной головы на здоровье. Белорусов как раз-таки дерут деньги, дерут очень хорошо. А вот те проблемы, связанные непосредственно с личностью Лукашенко, вот они влияют гораздо сильнее. Они влияют на то, что уходят международные фонды, международные структуры, которые финансируют под льготные, достаточно комфортные проценты строительства новых дорог. Уходят перевозчики, падает трафик, соответственно, падают доходы. Ну, конечно, свои ошибки признать Лукашенко не может, поэтому у него всегда народ плохой. Где-то там еще буржуйчики не доплачивают налогов, надо их, значит, подрезать где-то там, видимо, жирок снять, как они там любят говорить и так далее. То есть, ну, по большому счету, это единственный путь, так сказать, единственный вариант. Ну, потому что вы говорите, фонд президентский. Ну, как только вы могли такое подумать? Ну, на самом деле, этот самый президентский фонд, он очень часто используется для затыкания дыр. Вполне возможно, в данном случае тоже будет использоваться. Он используется следующим образом часто. Им затыкают дыры, а что осталось, раздают в виде разных премий приближенных. Можно, например, в космос туристку запустить, вот, если там какие-то бонусы остались. Можно там какой-нибудь своей лояльной, талантливой молодежи что-нибудь выдать из этих денег. А как эти деньги, из чего они берутся? Они берутся из налогов. Они берутся из налогов, прежде всего. Из наших налогов, то есть мы в этот фонд складываем деньги. В основном еще есть очень крупный такой, прямо назовем, президентский бизнес, президентско-государственный. Это главное хозяйственное управление, управделами президентом, но имеет огромное количество имущества в Минске, за пределами Минска. Например, один из крупнейших арендодателей в Минске – это вот ГХУ «Правделами». Проще говоря, они государственные здания сдают частному бизнесу в аренду и на это живут. Кроме того, у них там много другого бизнеса. Есть бизнес, который им повесили, которым они заниматься не хотят. Там различные народные промыслы, льном они какое-то время занимались. А есть прямо такие очень хорошие темы, что называется это вот «медвижка» и сдача в аренду «медвижки». Явно они там по нефти чем-то занимаются, не без этого. Рыбой они очень активно занимались с начала нулевых. Я напомню, у нас же импорт рыбы квотировался. У нас был институт специмпортера рыбы, представляете себе. То есть, если не одобрили, что вы можете рыбу завозить в Беларусь, то и не можете завозить. А одобряется, понятно где и понятно кем. Да, ну то есть, это так называемая экономика бассейна, где вот с одной стороны вроде бы есть бюджетные деньги, а с другой стороны есть много всяких контролируемых отраслей и тем, откуда можно еще и дополнительно что-то наковыривать. Вот отчасти туда, оттуда в президентский фонд что-то попадает, отчасти там остается и как оно распределяется никто не знает. Кстати, мы сами в этом виноваты, но не мы с вами, потому что мы с вами вот втроем на это влиять не могли. Это вопросы референдумов 95-96 годов, когда беларусы спросили, а хотите ли вы, чтобы все общественные деньги проходили через бюджет. Беларусы ответили, что не надо нам этого. Вот, собственно говоря, Лукашенко протащил эту тему и активно ей пользуется. Мы с вами на это повлиять не могли, мы с вами были подростками, мы не могли голосовать. Даже если бы наши голоса посчитали тогда честно, вот и мы проголосовали. Нет, только должно быть все открыто, подотчетно, только через государственный бюджет, только с контролем, со стороны общественности, со стороны парламента, со стороны разных аудиторов. Беларусы сами от этого отказались, теперь пожинают. Слушайте, Владимир, а еще вот, ну если уж мы говорим в контексте, так сказать, белорусской лукашенковской действительности, есть еще один способ повлиять на ситуацию плохую с дорогами. А именно, значит, завтра Александр Григорьевич, ну допустим, к 9 мая он принимает, он же сказал Головченко, что ответственность за дороги, даже сам премьер-министр должен контролировать. Он, значит, принимает с докладом Головченко, ну там вот, тут это самое, тут так, мы, короче, не выполнили мы план. И Александр Григорьевич выходит на трибуну, надевает белое пальто и говорит, это ж надо под самым моим носом, миллиардами там крадут, миллиардами. Мы им даем там дырку заделать тут, так они наложат два слоя вместо четырех, и остальное себе в карман. Вот это я к тому, что может такое быть, что мы сейчас станем свидетелями какой-нибудь спектакля с посадками кого-то из, там, я не знаю... Ну, виноватых. Да, виноватых в этой именно сфере. Вот, что вот, ага, здесь украл, выяснится, здесь тоже украл, тут перевел. Или все-таки не за что уцепиться тут. Даже сам Александр Григорьевич. Ну, вы знаете, это политика, тут может все, что угодно произойти, Лукашенко не с той ноги встанет и начнет кричать, я вас всех посажу, ну и придется сажать кого-то. Если говорить о такой более-менее адекватной, объективной реальности, то если вот читать отчеты КГК, которые мы читали, то они больших нарушений при строительстве дорог не нашли. То есть у самого КГК вопросов по строительству дорог не возникло. Там, по-моему, только около 9 миллионов нужно было сэкономить. Из общей суммы, да, вот около 2 миллиардов они считают. Значит, эти 9 миллионов расходовали не надлежащим образом. Все остальное, значит, расходовали хорошо. Это прям хороший показатель для такой репрессивной страны, как Беларусь, такого полицейского государства. Поэтому, скажем так, со стороны проверяющих органов, вот по их инициативе вряд ли стоит ожидать какого-то наката на дорожников. Ну, если Лукашенко не с той ноги встанет, ну, будет как с Караевым. Иди камни собирай, я их посажу тебя. То есть почему нет? Человек настроения. Это ясно. То есть я как раз, я просто для красного словца привел в пример Александра Григорьевича. А на самом деле я хотел спросить именно вот о том, о чем вы сейчас говорили. О КГК, и у КГК претензий нет. Значит, люди как-то честно стараются эти деньги распределять. А на что они их тратят? Не только на ремонт дорог, я так понимаю. Ну, то есть есть же этот дорожный фонд. Строительство новых, реконструкцию старых. Очень много до 2020 года тратилось денег на строительство новых дорог. Были построены такие скоростные трассы, я думаю, все знают, в областные центры. Плюс сквозные трассы из Вильнюса туда на Гомель, на Киев дальше. Планировалось хорошо отремонтировать трассу М1, Брест, Москва и так далее. Это что касается дорог национального значения. Есть еще дороги регионального значения и дороги местного значения. То есть у нас есть три типа дорог. Ну и как водится, в любом таком административно регулируемом коммунистическом государстве первые деньги идут всегда на показуху и на самые главные дороги. Вторые деньги, что осталось, идут уже на региональные дороги. Но что там осталось местным, то, соответственно, идет местным. Именно поэтому, если вы посмотрите на дороги белорусские, то чаще всего самые лучшие дороги – это для транзита различного, межгосударственные дороги. Быстро проскочил Беларусь, поехал дальше. Похуже, это дороги, которые связывают крупные города, связывают регионы. Но совсем уже плохо – это местные дороги, куда-то подъехать в деревню, где-то подъехать в небольшой населенный пункт. Там, как правило, нищета, там, как правило, ямочный ремонт, в лучшем случае. Там, как правило, нет денег, и какой-нибудь староста сельсовета или человек приблизительно такого же ранга просит у какого-нибудь колхоза или предприятия государственного за их счет отремонтировать какие-нибудь ямы. Что касается сельсоветов, так это сплошная практика, что там государственных денег нет. Там в основном просят за счет местного колхоза что-нибудь там, не знаю, подсыпать, подровнять дорогу, чтобы там, знаете, не утонул трактор даже. Да, да, да. Вот я как раз хотел спросить, когда мы видим, ну вот зрители, ой, зрители, говорю, просто люди, белорусы, снимают видосы, там, у подъезда что-то там ремонтируют или где-то надо... И ремонтируют так, там, дождь идет, они там, вот, лужа, и они лужу там камней... С прицепа херачат. С прицепа, да. Раз-раз-раз, и все заделали и поехали дальше. Вот это что такое? Это откуда вообще? Ну, хорошо, нет денег там ремонтируют, но когда есть деньги, когда дается какой-то материал там и так далее, ну надо же как-то с умом подходить. Почему мы время от времени и довольно часто становимся свидетелями вот такой, извините, безалаберности? Кто эти люди, кто им приказал это делать? Как это вообще работает? Почему это так? В основном это же кхшники. Если мы говорим про вот такие уже дороги, дворовые совсем, да, это же кхшники. Ну, кто там работает? Там работают не специалисты, которые строят магистрали, там работают люди, которые больше никуда устроиться не смогли, условно говоря, это люди квалификации уровня. Дворник, там, подай, принеси, кинь куда-нибудь что-нибудь, да, то есть вот такие. Часто это люди, которые, допустим, отбывают химию или что-то подобное. Часто это люди, которых те же, та же милиция в рамках химии заставила поработать бесплатно какие-то трудодни, да. Ну, почему такая работа? Ну, потому что вот таких людей с такой мотивацией приглашают раз, а во-вторых, есть планы, ну, там, не знаю, вот 9 мая надо все отремонтировать, к примеру, да. А природу не спросили, а идут дожди, да. Да вот до 9 мая, к примеру, идут дожди, а отремонтировать надо, ну, что делать? Страшно же, Лукашенко приедет, заругает, давайте кидать асфальт новый в лужи. Приедет, посмотрит, уедет, ну и что, что оно там через месяц все превратится снова в яму. Главное, что барин, который приехал, не серчал, вроде уехал довольный, посмотрел, что все чистенько, да. И все хорошо. Так и живем. Ну, понятно, понятно. Почему Россия не помогает? Вот, ну, Европа помогала, отказалась от помощи сейчас, вот, санкции и все остальное. Почему Россия? Это же копейки для России. Ну, попросить помочь. У России свои интересы. У России свои интересы. Ну, смотрите, во-первых, у нас очень сильно упал трафик из-за того, что Лукашенко разругался со всем миром и втянулся в нашу страну в качестве своего агрессора в войну против Украины. Соответственно, на Беларусь наложено огромное количество санкций, Второй момент, наши соседники закрывали очень много погранпереходов, ну и трафик очень сильно упал. Соответственно, ну, а зачем помогать, если, условно говоря, трафика-то нет, заработать и отбить деньги, возможности нет. Это первый, как бы, довод, а зачем помогать? Второй, а в России, как бы, война, им нужно, что называется, свои заводы модернизировать, есть куда деньги деть. Третий, а есть же свои элиты в России, да, то есть, ну, опять же, кто-то хочет строить дороги в России, на этом хорошо зарабатывать, где-то еще воровать. Зачем это давать Беларуси? То есть, тут целый набор факторов и вопросов, а зачем? И ответа, а зачем нет. Россия отчасти помогает тем, что она помогает Лукашенко промышленные предприятия модернизировать через размещение военных заказов. Этим она помогает. Россия воюет, им нужны там железки для убийства людей, да, вот эти все ракеты, танки, чтобы украинцев убивать. Вот здесь они размещают свои заказы, здесь растет промышленное производство, это видно, здесь не хватает квалифицированных работников и рабочих, которые способны управлять станками с числовым программным управлением, с ЧПУ, да, вот здесь вот, что называется, инвестиции. А дороги, а зачем они эти дороги? Россиянам в Беларуси-то, куда они по этим дорогам поедут? Только что на танках куда-нибудь в Литву? Ну, так там не дороги нужны, там мосты нужны. Мосты, кстати, внимательно осматривали по северо-западному направлению и монтировали многие. А то дороги для танка не нужны. Для танка нужен мост. Ну, короче, да. Тут танк пойдет, пойдет, давай денег. А, да, про людей же никто. Вы знаете, вот, что касается людей, была же интереснейшая история. Да. Люда, ты ее рассказывала. Люди готовы же делать за свой счет, готовы скидываться. Скинулись, построили дорогу. Было, я, к сожалению, не помню конкретно, где это было. Они скинули, сделали участок дороги, все хорошо. Да, 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 но нельзя. Но нельзя было, потому что надо было там какой-то срочный ремонт произвести, по-моему, так было. И эту дорогу убрали. Ну, суть в том, что не по закону там. Все разрыли и начали делать свой ремонт. И остался этот ремонт на неделю, на две. Обещали за дело выполнить. Ничего не сделали. То есть, понимаете, в чем... Ну, понимаете, вы, конечно, прекрасно. Люди готовы, чертсово, не надо нам просто... Тись от нас. Так это же не первый случай. Уже помнишь, раньше рассказывали о том, как люди готовы. Мы вот уже, вот-вот. Они говорят, нет. То есть, понимаете, ладно по ней, ну, ничего не делали. Я имею в виду государство этого, машину эту. Да, конечно, вредят. Ну, что вы не делаете, да. Они еще вредят. Мы сами все сделаем, не надо. Поразительно просто. И с дорогами то же самое, да. Везде так. Ну, а это особенность авторитарных и тоталитарных государств. Там ничего личного и ничего общественного нет. Там есть только государственные, принадлежащие вот этому самому диктатору, господину и так далее. В таких режимах на людей, в общем-то, наплевать. И любая инициатива наказуема. Почему Советский Союз, в конце концов, рухнул? Почему так бедно живут люди в этих коммунистических диктатурах? Потому что там убивается инициатива людей. Самое главное для развития любого общества, любой страны – это инициатива людей, причем снизу. Вот когда люди начинают понимать, что это их двор, это их улицы, начинают об этом заботиться, тогда меняется уровень жизни в стране в целом. Люди берут ответственность, люди вкладывают свои деньги, люди смотрят за тем, чтобы эти деньги расходовались эффективно. И всем было комфортно и удобно. Но для таких командно-административных государств им на людей, собственно говоря, наплевать. Они про людей вспоминают тогда, когда им нужно приехать на камеры, что-то подснять красивое. И продемонстрировать, что ты раздаешь какие-то плюшки этому несчастному человеку, этому несчастному населению. Поэтому люди в таких государствах – это одновременно ресурсы массовка. Ресурс, когда тебе нужно, не знаю, кого-то на войну отправить или за треть нормальной зарплаты на завод загнать – это вот ресурс. А когда нужно продемонстрировать, как ты облагодетельствовал всех, ну тогда люди – это массовка. Вот их ставят там, и они стоят благодаря, откивают, что-то, да. А барин приехал, он, значит, показывает, какой он молодец, как он о народе заботится. Именно поэтому так и живем. Да, я еще вот, пока вы говорили это все, я думал, ведь мы, белорусы, как раз-таки уже сколько раз показали свою готовность. Они прекрасно понимают, ну мы прекрасно понимаем, что да, все начинается с твоего собственного двора, от порога твоей квартиры или дома. И мы готовы. В общем, пожалуйста, только не мешайте. Мы все сделаем, с двором будет все хорошо. Разберемся, найдем людей. И это в корне отличается от того, например, что мы видим в Орске, вот где наводнение сейчас в России. Там что делать? Там собираются люди и кричат «Путин, помоги». Да, они даже могут наехать на местную администрацию и сказать «Мы тут на вилла сейчас всех поднимем». Но «Путин, помоги». У нас этого, ну то есть в редких случаях бывает, что запишет там какая-нибудь женщина видео, говорит «Александр Григорьевич, помоги». Но в общем и целом прекрасно все-все понимают и отдают себе отчеты. Это с 20-го года и даже раньше было. В этом как бы ключевая разница между нашей страной и тем, что происходит в России. Ну, мне так кажется, например, что вы думаете по этому поводу? Или я немножко неправ? Белорусы действительно более европейский народ. Белорусы готовы брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Не все белорусы. Если опять же брать по соцопросам различным, у нас приблизительно треть белорусов – это вот эти советские люди, которые чуть что будут вести себя как в Орске. Но оставшиеся две трети – это вполне себе люди такого более европейского склада, которые готовы сами заботиться о своем дворе, о своем подъезде, как-то улучшать жизнь своей семьи и не ждать, когда там что-то откуда-то прилетит, упадет, приедет какой-нибудь волшебник на голубом вертолете и начнет решать проблему. Поэтому белорусы в этом смысле, они, конечно, очень сильно от россиян отличаются. — Ну, пока не дают. Пока не дают. Ладно. А что будет дальше с дорогами? То есть все пока, единственный способ – это где-то найти деньги. Ну, вы как? Ваш прогноз. Александр Григорьевич до 9-го поручил все сделать. Вот, допустим, успеют все сделать? Все будет хорошо или нет? — Ну, разные косметические ямочные ремонты они-то, конечно, сделают. А вот что касается крупных затрат, тут большой вопрос, где они миллиард двести найдут. Они уже напечатали денег огромное количество. У нас такой навес вот этих необеспеченных денег сейчас год к году плюс 20%, что по всем показателям должна быть в каком-то обозримом будущем инфляция и девальвация очень сильная. Потому что огромное количество необеспеченных денег. Может быть, еще напечатают и побыстрее, соответственно, устроят девальвацию. Не знаю. Тут с точки зрения такой нормальной экономики рассуждать сложно, потому что, ну, с точки зрения нормальной экономики, ты видишь, анализируешь, понимаешь, потому что там работают рыночные силы. А здесь рыночные силы, они работают очень ограниченно. Здесь по многому работает воля одного человека. Хочу так, хочу эдак. Вот. Поэтому что они будут делать дальше, не знаю. Традиционно, традиционно пустить пыль в глаза, втереть очки, чиновники это сделают. Они найдут какие-то деньги из каких-то фондов, из каких-то резервов достанут, ямочный ремонт сделают, Лукашенко приедет, ему покажут какой-то участок дороги, куда эти деньги влили, и скажут, вот, все хорошо. Значит, едь в свою резиденцию назад и не мешай жить. А вот, что касается обычных людей, которые будут ездить дальше по этим дорогам, ну, вот будет у них там, условно говоря, какой-то ямочный ремонт и каких-нибудь 3 километра дороги. А что за пределами этого будет? Большой вопрос, где деньги найдут? Ну, то есть я у вас это спросил, а вы нам как бы его теннисным мячиком, да, ну, это интересно, посмотрим. Ну, это, знаете, как с российскими экономистами разговариваешь, тоже, а где Путин деньги на войну найдет? И он рассуждает полчаса, а потом говорит, поэтому, говорит, где Путин деньги на войну? Ну, то есть каждый по-разному, но с разных сторон приходят к одному и тому же. Спасибо, Владимир, за эти истории и за то, что пришли к нам сегодня в эфир. До встречи в следующие разы. Спасибо, всем хорошего дня. И вам. Спасибо. 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 Спасибо.